Привет! Давно не снимал я велосипедных видео. Сейчас вот еду на своем верном коне старт шоссе 91 года выпуска. Что? Какие у меня тут изменения произошли на моем велосипеде? Вот здесь вот переключатель поставил родной стартоновский на передние звездочки, то есть как сейчас называют на системы и еду по большому счету мне нужно по работе съездить в Барнаул за 24 километра от дома то есть в одну сторону 24 в другую 24 того 50 вот она моя система поставил ее буквально накануне и решил попробовать как же с ней потому что еду надо на большую звезду перекинуть на маленькой звездочке цепь на передней у меня передние звезды большая 51 зуб а маленькая 42 вот я беру и рукой туда тянусь тянусь неудобно конечно ну сейчас попробуем как она все переключается а потом в этом же видео постараюсь рассказать о том как я ее ставил если как раз переключаться переключается ну знаете звездочка передняя гнутая я ее запарился уже выправлять и вот она немножко задевает эту переключалку вот видели я показал гнутая звезда смотрите какие у нас тепловозы дышать нечем да спасибо родина родная туман вынужден сбавить скорость чтобы легкие не так работали да господа перегон на Валтайск Барнаул после станции развилки не доезжая станции присягина на видео перед перед этим я ехал тестировал вот эту вот свою перекидку переднюю родную стартоновскую ну думал сейчас покажу расскажу как я ее устанавливал и вот смотрите видите тут сколько такой налет налет ржавчины на самой цепи вот на звездочках это потому что прошло уже дня 4 как я ее от тестировал больше наверно и у нас шли дождей а велосипед стоял под навесом на улице то есть на него дождь не капал но он был под навесом и вот эти вот места видите видимо влажность большая все таки цвет немножко заживела я хочу хотел показать хотел показать как я сейчас буду ее смазывать хотя у меня такое видео уже есть сначала я ее эту цепь продую хорошо у меня есть компрессор вот так 10 очков то есть постараюсь большой мусор может быть песок прилипший грязь постараюсь все это сдуть а потом уже смажу и расскажу про перекидку после продувки необходимо ее протереть вот вся тряпочкой чистой вот такой удобно снимать и протирать поэтому показываю что вот так вот буду протирать продвигать есть у него такая смазка многоцелевая проникающая смазка хотя многие говорят что нельзя смазывать цепь такими смазками у нас много чего нельзя но если очень хочется то можно считаю что эта смазка она сейчас проникнет я смажу проникнет потом прокручу несколько раз и сверху все протру грязь грязь, песок цепь смазал протер, ну и теперь собственно о самой перекидке что она себе представляет это такой алюминиевый хомут который прикручивается к трубе вот эта труба, куда вставляется подсидельный штырь, прикручивается потом к этому здесь сверху вот такая идет управление или как перекидка сама которая управляет вот эта монетка вот эта монетка если я ее тяну вот смотрите, тяну вот перекидка двигает цепь и заставляет ее перескакивать на звездочку большего диаметра вот так вот, раз вот так вот, видели перескочила все, поехали теперь если мне нужно перекинуть на звездочку с меньшим передаточным числом то есть диаметром меньшим я эту же самую монетку двигаю в другую сторону еще раз вот так было вот я сейчас двигаю монеткой вот видите и продолжаю крутить раз видите как перескочила вот, ну мне что не нравится сама перекидка вот эти вот направляющие она конечно стоит ровно а звездочка я уже как и говорил немножко восьмерит и когда вот если на центральной на центральной на центральной звездочке задней втулке цепь находится то еще более-менее нормально а если только цепь находится на кране маленькой или на крайне большой то за счет того что идет восьмерка мне очень сложно поймать так вот эту отрегулировать ну во время движения конечно отрегулировать вот эту перекидку чтобы она не цепляла что я еще сделал для этого вот здесь вот видно тросик вот этот тросик он у меня упирается здесь вот на саму раму наварена такая проушина он упирается вот в эту проушину потом проходит проходит сверху каретки и упирается в саму перекидку это для чего сделано если без этого тросика то ну не во что будет упираться и она не будет просто-напросто работать ну то есть вот этого изгиба который позволяет ему двигаться здесь не будет а это конечно вместо нее можно было там типа трубки какой-то ну у велосипедистов принято что здесь рубашки металлические в любом в любом велосипеде который переключает вручную то есть не электронный там какой-то везде есть вот эти рубашки ну это еще пошло наверное с прошлого столетия 50-х годов ну примерно так сейчас еще с другой стороны покажу теперь еще раз покажу может быть немножко сумбурно рассказываю ну то есть не готовился к видео думаю надо снять показать вот сама монетка которая двигает на ходу вот так вот видите двигает посредством вот этого тросика здесь при помощи рубашки металлической в которую входит тросик чтобы соблюсти вот этот изгиб чтобы тросик не переломился и вот так не пошел ну естественно закусил здесь обязательно вот такую металлическую рубашку для тросика которая упирается в саму перекидку а эта перекидка как я уже и говорил крепится на один болт вот на этот болт к раме к трубе которая является трубой подседельного штыря ну и все примерно так ставьте переключатели без переключателя я ездил несколько лет думал а что там переключать а вот знаете когда едешь и где-то сложно что-то я имею ввиду подъем нельзя отвлечься потому что много автомобилей а край надо переключиться с маленькой на большую или наоборот с большой на маленькую и вот так вот тянуться ехать велосипед виляет и тянуться за этой цепью перекидывать поэтому я все-таки решил ее установить вот и считаю что она работает не хуже чем ну какие-то дорогие то есть она изнашивается намного меньше она у меня лежала сколько-то лет просто так я думаю ничего с ней не случилось ну все всем пока примерно вот такое видео Продолжение следует...